Субтитры сделал DimaTorzok Нам нужно с вами доложить лорду Редгрейву о том, что мы в принципе все эти точки зачистили. Но давайте сначала попробуем поискать все-таки выдающийся ресторан для колхуна Рассела. Я пока, честно, не очень понимаю, что конкретно мы ищем. Это должно быть здание, это должно быть что? Просто пока, если честно, я не очень понимаю, что мы конкретно ищем. Так, вроде получается где-то здесь у нас первое место. То есть мы сейчас вот сюда пойдем, сюда зайдем, потом вернемся, сюда вот около круг обойдем еще раз внимательно все. И в принципе получается, наверное, все. И здесь уже ничего мы не найдем. Это карантин. И вряд ли что-то получается мы здесь с вами не найдем вообще. Но пока с этим заданием не очень понятно. Что конкретно мы должны найти? Надпись какую-то, я не знаю. В чем заключается поиск? Нам может быть нужен какой-то кулинар великий или все-таки конкретный ресторан какой-то. Сад. Вот мы возле сада. Здесь не особо большое получается место. То есть вот сюда. И дальше смысла нет уже выходить. Все это дело-то все в карантине. Тут особо нигде ничто ты не найдешь. Проходите на улицу. То есть это все. Здесь мы как бы все обошли. Там смысла никакого нет. Здесь тоже ничего нет. Ну то есть у нас еще очень много персонажей, которые мы с вами даже не нашли. Да? Но непонятно, что за реставр... А, так вот, наверное, слушай. Я уверен, что Калхуна Рассела не заинтересует такое меню. Ага. То есть здесь уже исчезло, да? Понятно. То есть мы с вами ищем вывески. Вот теперь уже понятно, что мы конкретно ищем. У нас, в принципе, еще в доках надо будет подключить одного паренька. Как бы нам туда, получается, им пробраться. Наверное, вот отсюда придется вот так вот пойти, пойти, пойти. И сюда как раз попадем и тут его вылечим. Потом вернемся обратно. Пойдем сюда, скорее всего, да? Так, вот у нас диалог с доктором Суонси появился. Тихо. И, в принципе, и все. Да, поэтому сейчас... Давайте тогда быстренько пробежимся, заодно и подлечимся. Чтобы уже все как бы у нас были здоровы. И будем с вами копить очки опыта. Чтобы дальше качаться. Убивать я никого не хочу. Единственное только, возможно, я, может быть, убью вот этого вот маньяка, который в доках. Вот это единственный персонаж, которого можно, в принципе, уникать. Мне кажется, убить. И при этом об этом не особо сожалеть. Потому что он убивает людей ни за что, ни про что. Вот только сейчас, наверное, тут уже все появились. Ну, в принципе, мы сейчас 25 уровня. Плюс еще здорово, у нас классная сабля есть. Так что эти все противники для нас не особо проблема. Ну, тем более, 24-го вообще уровня. Сейчас давайте с вами еще опробуем саблю. Я все хочу я опробовать. А возможности пока никакой не было. Я даже не буду сейчас когти использовать. Два удара. Вот это я понимаю, сабля. Вот это я понимаю, сабля. Вообще даже можно не париться. А, ну тут, в принципе, короткий путь, да. Тут еще, кстати, этот есть. А, я где-то там его упустил, что ли. О, 24-го уровня тоже. Я его тоже, кстати, сейчас тупо просто оглушу. Попью пробушки. Ах ты, пёс. Так, ну туда мне уже не надо. Смысла никакого там я не вижу. Тем более, здесь все равно проход закрыт. Он должен быть где-то здесь. Да, вот он он. Сидит на полу, я даже не заметил. Добрый вечер, мистер Грейдер. Допторит, вы уверены, что за вами никто не следил? Да не очкой. Вам нужна помощь, мистер Грейдер? Снять от болезни или от пули? Вы предлагаете выбрать? Да. От пули у меня ничего нет. Но вот это поможет вам поправить здоровье. Странно, у вас чувство юмора, докторит. Но все равно спасибо. Так, ну это все. Замечательно, с этим мы справились. Мне нужна еще одна крыса. Чтобы восполнить... Так, не туда пошел. Чтобы восполнить всю кровь до последнего. Так, что-то можно взять. Мне это показалось. Крыска, 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 крыска. Стой. Так, потом возле парка... Должна быть, получается, вывеска, да, меню? И возле театра, получается, где-то должна быть вывеска. О! Ничего себе, такой большой ящичек. Я его упустил. Так, ну туда я не пойду. Хотя... Чего бы не пойти-то, да? У нас, в принципе... Здорово, чувачила! Да ты оборзел, что ли, меня бить-то? У тебя даже мысли не должно никаких возникать по этому поводу. А ты меня еще пытаешься ударить. Вот собака бешеная. Ладно, замечательно. Давайте смотреть, как нам лучше поступить. Наверное, пойти сейчас вот сюда, в сторону театра. А здесь не театр. Здесь у нас, получается... Здесь живет наша рыжая бестия. Все, понял я. Нормально, в принципе. А потом уже пойдем в сторону парка. Заодно, может быть, выполним это задание. Почему бы и нет? Я вот только не понимаю, куда еще целая толпа делась. Столько народа до сих пор еще не нашел никого. Но, может быть, они потом появятся. Через какое-то время. Так, 107 метров. Вот тут крысы, в принципе, бегают. Так вот, что-то получается, здесь должно быть убежище. Но что-то я как-то его... Не особо здесь наблюдаю. О, ты большой чемодан. Большой чемодан мне нужен. Так, возле нее обычно никого нет. А вот чуть дальше... Чуть дальше. Они все слабые. Это даже от укуса умер. Не смей меня бить, мразь. Вот и все. Так, я не понимаю, как он здесь будет проходить к этому ресторану. Если честно. Вот прям вот... Что делать со мной? Но я не понимаю. Давай тогда пока сюда пойдем. Еще там два Урюка. Тукусы помрешь. Ты опарзевша свинья. Бьет и бьет, а, бьет и бьет. Ну, они слабенькие все. Даже они даже от укуса умирают. Вообще шикарно. Так, ну и что? Ничего не взял. Чувачок, это какого уровня? Да куда же ты? Ну, особо я там не вижу. Да смысл? Мы же там, получается, на краешке. Хотя нет. Да ладно. Пробежимся здесь. Не надо меня бить, чувак. Ты все равно проиграешь. Карантин. Ну, это я вижу, что карантин. Так, с тобой попозже подойдем. Вот, кстати, да, выиска. Наверняка, Калсон Рассела не заинтересует такое меню. Ага. Такое меню тебя тоже не заинтересует. Ну, в общем, получается, недалеко от нас. А вот здесь уже, получается, убежище у нас с вами новое. Да? Или мы здесь уже были? Не, мы здесь уже были, кстати. Да-да-да. Я помню это место. Мы здесь были. Ладно. Так, ну туда я смысла не вижу идти. Ну, туда по заданию-то и не надо, в принципе. Поэтому давайте быстренько посмотрим последнее третье меню. А ну, мне кажется, по-любому было бы последним третье. О, какой злой. Ты, конечно, здоров, но пока размахнешься. Да падай ты уже. Стоит тут три часа, трясется, блин. У него судороги. Свело мужика. Так, ничего полезного нет? Ну, с рыжей бестией пока тоже смысла нет разговаривать. Никакого с ней задания нет. Сейчас нам куда-то туда, в сторону парка и, в принципе, и все. Ну и потом на обратном пути еще заглянем по основному заданию. Все остальные задачи складываются на поиски. На поиски каких-то документов, на поиски писем Брайля. Ну, не Брайля, а написанных на языке Брайля. Где-то здесь надо искать третий. Третье меню. Двадцать шестого. Вот это уже. Ребят, посерьезнее был. Здесь можно как-то им попользоваться. Ха, твой друг помер раньше, блин, чем ты. Так, ищем, ищем меню. Еще. А, все, меню я нашел. Надо будет здесь зачистить территорию. Там кто-то еще и ладит наверху, блин. Ну и как с тобой быть, чувак? А, они бегут сюда, отлично. Ну, давай, давай, давай. О, это пока они тут добегут. Меню слепого гурмана. Рестарант, в котором посетители завязывают глаза. Любопытно. А, ну да, это, кстати. Прикольное такое заведение. Оно же как бы вовсю используется. Либо в темное помещение. Ты в темное помещение все ешь. Так, вот это уже интересно. Получается, где-то как-то здесь, каким-то образом, потом эти магазинчики все откроются. Либо верхом идти, кстати. Наверное. Но я здесь не могу попасть. Ага, размечтался. Я думал, он сможет протонуться, но у него не получилось. А как тогда там попасть? Это получается как? Через что идти? Через парк? Как попасть в эту часть здания? Потому что как-то наверху-то они лазают, да? И куда-то они потом побежали. Только куда, непонятно. Давайте попробуем через парк, если у нас... Да, возможно, где-то здесь есть проход. Куда ты там собираешься накидать что-то, бля? Так, здесь ничего я не вижу. А вот сюда бы я бы смотался бы. Но что-то как-то я особо-то и здесь ничего не вижу. Отвали. Двадцать шестого уровня, чувачок. Это-то я, получается, не такой шустрый, как он. Ну, да, непонятно, получается, как попасть на второй этаж. Здесь этого сделать невозможно. Значит, скорее всего, через какую-то дверь, которая откроется со временем. Сейчас она закрыта, и попасть никак туда нельзя. Ну, это по-любому будет, наверное, откроется потом по сюжету как-нибудь. Потому что здесь даже вариантов никаких нет. Хотя нет, почему? Вот же есть-то. Чё-то я сразу-то не заметил этот проход. Да не того-то. Вот сейчас-то выделят того. Вот это я понимаю. Значит, теперь мы можем с вами попасть в магазины. Оружие. Так, хорошая двухстволка. Но опять же, двухстволка. Ну, это надо будет смотреть. Это надо будет смотреть. Возможно, она будет лучше лупары. Это потом мы с вами посмотрим. Ну, в принципе, значит, мы не зря сюда забежали. Теперь мы можем спуститься вниз и открыть тут дверь. Значит, где-то можно попасть ещё и с той стороны. Так же. Вот жалко, что здесь никаких редких предметов не выпадает. Сколько дали? Пять шиллингов. Чё-то как-то в богатом районе, в кассе. Пять шиллингов. Чё-то как-то, мне кажется, это маловато. Чё-то у нас здесь валяется точно. Теперь надо будет с той стороны зайти. Поэтому они спуститься-то не могли. Дверь-то закрыта, а эти-то олухи открывать-то не умеют. Мозгов-то у них чуть-чуть не хватает. Так, там явно что-то есть. Ну, кстати, пишите в комментариях, может вам неинтересно, что я тут по каждым уголкам бегаю. Хотите бегом быстренько побежаться по сюжету? А то я, может, зря-зря в своё время трачу на всё это дело. Потому что так как я смотрю, что по статистике просмотров-то не очень много, а лайков ещё меньше. Поэтому какой смысл так усердно стараться в каждый уголок забегать, если вам неинтересно. Я люблю бегать по закоулкам, но, возможно, в записи это не лучший вариант. Серьёзно? Сзади напал, а, пёс? Отлично. Так, опять. Ага. А вот и второе письмецо. На языке Брайля. Отлично. Так, здесь сколько бабла? Тоже пять шиллингов. Что-то как-то одинаково и мало, если честно. Ну и всё. Я здесь везде побывал. Значит, идём сейчас докладываем ему выполнение задания. Потом к лорду идём. И, в принципе, получается, нам можно будет догулять до Уайт-Чепила, чтобы отдать второе письмецо. Либо продолжать гулять и искать оставшиеся ещё два письма. И только потом уже идти, в принципе, сдавать, да, это задание. Как вариант, в принципе, да, наверное, так будет лучше. Где этот гурман-то? Добрый вечер, доктор Рид. Дивная ночь, не правда ли? Я нашёл ресторан, который бы вам понравился, мистер Рассел. Пожалуй, самый необычный в Лондоне. Неужели? Вы меня заинтриговали. Где это? Там едят в полной темноте и пытаются определить блюдо лишь на вкус. Надо же, как любопытно. Это может придать изысканности даже обычной рыбе с картофелем. Спасибо, доктор Рид. Примите это в награду за вашу находку. О, мужик, 200 шиллингов дал. Красавчик. Красавчик, красовальчик. Ничего-то у вас с того нет новенького, да? А если поторговать? Так, что у нас... 930 у нас, неплохо. Ну, а чё мне надо? Мне нужен гидроксид натрия. Это раз. Белый фосфор. Это два. Они, в принципе, не особо дорогие. Может быть, потому что здесь сейчас здоровый район, поэтому цены такие более-менее сниженные. Что ещё может пригодиться, я не знаю. Было бы классно, если бы, когда ты смотришь на это, у тебя показывают, сколько у тебя в наличии таких предметов есть. Это было бы классно. Тогда ты понимаешь, что тебе на самом деле надо, а что не надо. А чё ты не переключаешься? Обалденно. Мышка не переключается, только надо на клавиатуре. Бред. А вот здесь мышка переключается. Простой крест, который Шон Хэмптон носил, не снимая, даже после того, как стал скалем. Так, красивое колье, которое, вероятно, предподнесли Шону Хэмптону, помой наискали. Но оно надо нам. То есть это все предметы, которые с героев повыпадали, да? Этот цветок был у Дороти Крейн, который мы убили. И что мне с ними делать? Надо бы их продавать или не надо? Ну, пусть пока полежат. Денег-то, в принципе, хватает у нас. Покупать? Ну, я не вижу. Есть только вот... Хотя... Мало ли, вдруг потребуется потом для прокачки, да? Ну, а все остальное... Не вижу смысла покупать. Да, все остальное валом у меня. Окей, друг мой. С тобой мы тоже закончили. Квест выполнен. Тут даже, получается, больше пока квестов-то и нет никаких толком. Это надо искать записи. А, ну, кстати, найти можно будет третью подсказку отца. Но это в больничке. В больничку пока мы еще пока не идем с вами. Идем сдавать задания основные. Каждый раз, как заходишь, получается все надписи для геймпада. Я не понял, рыжая бестия, ты что здесь делаешь? Тебя же не пускают в клуб Паскалон. Элизабет, что вы здесь делаете? Меня пригласили на ваше честное внимание, мой милый. Кому еще стоять рядом с мужчиной? Момент триумфа, как не его женщине? Вы сами настояли на моем вступлении в Паскалон. Простите за легкомысленные шутки. Я раздумывалась, впервые приступив в порог этих священных залов. Вы умеете добиваться своего, Элизабет Эшбери. Только вы можете вызвать у меня улыбку в эти трудные времена. Могу сказать то же самое о вас, Джонатан Рид. Теперь вам пора поговорить с председателем. Похоже, он сгорает от любопытства. Мы уже парочка, да? Официально все? У нас, чтобы пока не было ни одного свидания. И первого поцелуя. С возвращением вас в колон, копьеносец. Надеюсь, вы с добрыми вестями. Вы положили конец эпидемии? Мое предположение казалось верным. Местные жители заразились по вине Дорис Флетчер. Скорее всего, она заболела первой. Говорят, что вы успели добраться до нее раньше охотников. Я впечатлен. Доктор Рид, вы вонзили копье правосудия в самое сердце зла. Так, ну, я просто врач не канат. Я старался тоже не канат. А вот что-то непонятное с этим ответом, да? Кое-что остается неясным. Кое-что остается неясным. Главное, что мы выиграли решающую битву за Лондон. Честь и хвала вам за это. Благодарю вас, милорд. Теперь вам предстоит новое задание. Терезвучайно важное. В некотором смысле... Даже важнее предыдущего. Я слушаю. Вам придется выполнить священный долг перед клубом. Приведите нам нового вампира. Приведите нового вампира? Вы отправляете меня за дипломатической миссией? Не совсем. Я хочу, чтобы вы обратили иконам Алоизия Доусона. Как он того и заслуживает. Чего? Я вообще-то не очень уверен в этом деле. Я не верен, что лучше всех справлюсь с таким заданием. В вашем голосе звучит сомнение. Я уважаю принципиальных людей. Но для такого важного дела вам придется поверить в себя. Вера в себя здесь ни при чем, лорд Редгрейв. Я не могу даровать бессмертие человеку, которого едва знаю. Чепуха. Алоизия давно уже входит в Аскалон. Мы много лет назад обо всем договорились. И как мне действовать дальше? Алоизия ждет вас в своем поместье, как только вы сделаете, что должно. Я присоединюсь к вам, чтобы отметить это событие. Обалденно. Прежде чем уйти, я хочу задать несколько вопросов. Хорошо, я слушаю. Почему именно Алоизий Доусон? Мы не можем допустить, чтобы умер человек, которого считают... ...самым влиятельным человеком Англии. После меня, конечно. Он сам меня выбрал? Нет, выбор был мой. Я принял это решение недавно, но без чьей-либо помощи. Он знает, что я приду? Ему не терпится стать вашим потомком, доктор Рид. Особенно теперь, когда ваша благородная кровь дала о себе знать в вашей сестре. А вы не боитесь создавать такого мощного вампира? Нет? Как именно проводить ритуал? Если вы беспокоитесь за Алоизия, то ему обо всем известно. Он изучал таких, как мы, долгие десятилетия. Значит, нужно просто дать ему выпить мою кровь? Да. Алоизий с благодарностью примет ее. Вскоре его сердце становится. Но потом он очнется, уже бессмертным. А если ритуал провалится, вы же знаете прекрасно, что не все могут перевоплотиться в бессмертных. Это не опасно? Наша кровь столь сильно меняет тело, что не все переживают такое преображение. Некоторые умирают, и уже не поднимаются. Но мистер Доусон готовился к этому долгие годы. Каким интересным образом он готовился? Он что, кровь себе переливал? Или что он делал? Каким образом к этому можно подготовиться? Вы пригласили Эдри Эшбери. Разве это не нарушение одного из основополагающих правил? Раньше женщин не пускали. Им запрещено вступать в клуб. Но я подумал и решил, что вы будете рады. Если она станет свидетельницей вашего триумфа. Значит, ее пустили лишь на время? Да, в виде исключения, учитывая трудности, с которыми мы столкнулись. В смысле? Подожди, гудбай. Блин, а я думал... Там, по-моему, какая-то же была фраза-то. Странно, ну да ладно. Что с вами, Джонатан? Лорд Редгрейв приказал мне обратить Алоизия Долсона в вампира. Сделать его моим потомком. Вот как? Что вы об этом думаете? Я как бы не очень хотел бы это делать. Я хотел попросить вашего совета. Важнее всего понять, почему вам дали такое поручение. Думаете, это ловушка? Вы действительно хотите знать мое мнение? Да, очень. Есть такой беспринципный делец, как Алоизи Доусон. Ставим бессмертным, Лондон постигнет большая беда. Для него ничего не свято. Может, стоит отказаться? Вежливо предложить сделать это самому? Лорду Редгрейву? Даже не думайте, мой милый. Судя по тому, что я выяснила, он может убить вас, если вы хотя бы затронете эту тему в разговоре. Правда? Почему же? Нашли доказательства, что родословная графа Бристольского весьма посредственна. И он способен создавать только скалей. О, как! А сам-то скалей-то ненавидит. Пес. Пожалуйста, расскажите о ваших изысканиях. Хорошо, но говорите потише. Как мне лучше поступить с Доусоном? Он опасный человек. Ты знаешь, что он задумал построить стену? Чтобы поддолеть здоровых богачей от больных бедняков. Не делайте его своим потомком. Что бы вы сделали на моем месте? Этот человек уже умирает. Пусть смерть заберет его гнилую душу. А, то есть его убить, да? Вы уверены, что сведения о Редгрейве верны? Он говорит, что его сделал вампиром великим... ...рыцарь Уильям Маршалл, который жил 700 лет назад. Это ложь. Лорд Редгрейв прождают лишь скали, разумеется, если его жертвы остаются в живых. Вы готовы поручиться, что это правда? Я познакомилась с очень интересной женщиной, пока выясняла, кто ваш создатель. Она и рассказала правду о Лорде Редгрейве. Откуда столь едкости? Такое чувство, что вы злитесь. Простите, Джонатан, мне стыдно, но я так горжусь своим открытием. Просто не могу удержаться. Поясните. Он служил Уильям Маршаллу, и кровь, которую он бережно хранит, действительно принадлежит легендарному рыцарю. Но он не его потомок. Его рот не столь благороден. Ну и конечно, он все это дело скрывает. Что будет, если я сделаю Долсона таким же иконом? В нашем безрадостном мире появится могущественный бессмертный жаждущий власти. Может, научиться его управлять собой, как ты научила меня? Наставить на путь истинный? Мистер Долсон всю жизнь искал способ обмануть смерть. Не сомневаюсь, что он десятилетиями мечтал стать вечным правителем империи. До скорого свидания, Элизабет. До свидания, мой дорогой. Будьте осторожны. Ну и... Получается, что нам с ним делать? Перевоплощать или убить? Ну, в живых его оставлять нельзя. Иначе он скажет, что я ничего не сделал. Перевоплощать, значит, он возведет вокруг богачей стену, которая нафиг не нужна здесь никому абсолютно, кроме, наверное, вот этих же самых богачей. Значит, убивать. Да, как же нам с ним поступить? И куда вообще надо будет идти? Ага, сюда. Здесь еще надо будет найти записку. Кто ставит маркеры, объясните мне. Надо будет найти записку и поговорить с доктором Суонси, да? Никаких больше пока событий здесь не произошло. Ну, давайте, это получается, надо будет идти через парк, через эти вот магазинчики. В принципе, мы там уже почти все зачистили. Похоже, законы Менделя распространяются и на вампиров. Силы передаются от создателя потомки. Вот почему Доусон хочет, чтобы я обратил его. Ну, правильно, он не хочет быть Скалем. Ай, ну ладно, верно, пусть будет Скалем. Не, ну, наверное, мы все-таки его убьем. Послушаем нашу подружку, ее совета. Но главное, чтобы при выборе вариантов было понятно, что я его не изменю, а я его просто убью. Так, стоп. Коробочка. Так, а здесь закрыто. Пойдется найти другой путь в этот район. А что, проблема попасть в этот район, да? А, где-то, получается, вот здесь надо будет. Окей. Ну, давай искать. Через парк, что ли? Ну, а бежит, тварь плевучая. Бежит, блин. Бежит. Да, я опять забываю, что они взрываются, блин. Да что ж такое-то? Когда я уже запомню, что она взрывается? Бомба ходячая. Замедленного действия. Блин, вот это вот нечестно, что в итоге на меня и яд действует, и огонь на меня действует. Обидненько как-то. Обидненько. Так, здесь... Здесь не попасть. Возможно, этот проход выйдет меня к особняку Алоизия. Да ладно. Тридцатого уровня. Эй! Собака бешеная. Да, возьми ты, чё ты там с него выпил? Проходы-то имеешь в виду вниз спускаться, что ли, да? Ну да, по-другому никак. Так, тут ничего полезного нет? Нет. Так, ну здесь сейчас кровь по-любому должна восполниться моя. Опять канализация, да? Так. Так, у нас несколько проходов. А, здесь нет проходов. Здесь есть какой-то чемоданчик. Что-то как-то тишина. Есть только крысы. Ну, открой-то. Так, есть спуск вниз. А что у нас здесь? Ну, поднимись ты. Так, а есть все равно закрыто, да? Да, все равно закрыто. Ну, здрасте. Ты как вообще так посмел? Эх, ты! Так, а его бесполезно, кстати, стрелять. Так, не знаю. Я не могу. Да. Как я поняла. Так. Так. а ей попал 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 тихо носливость на на чувачок эх ты ну я же сбивал тебя так всегда так ярость вулкодов как раз предмет который нужен будет не особо был сложный противник хотя 32 уровня хотя 32 уровня да так давайте почитаем ярость вулкодов это вообще куда пусть размеры вулкода не вводят вас в заблуждение эти огромные ублюдки не уступят скорости ни одному кровососу уничтожить вулкода можно также как и всех остальных проткнуть и прижать к земле его гнилое тело а затем отрубить ему голову запомните главное тщательно подготовиться использовать слабости жертвы проблема конечно в том что слабости у вулкодов нет они сильные быстрые умные и смертельно опасные они настоящие машины для убийства перед которыми стоит одна простая цель схватить вас за шею своими огромными лапами поэтому если вам парни доведется встретить в бою вулкода уклоняйтесь от его атак и постарайтесь разозлить носите ему раны смейтесь над ним заставьте его выйти из себя если вулкода как следует разозразнить он приходит в ярость и начинает бездумно нападать только так вы сможете получить преимущество в бою с этим зверем используйте свой шанс зная своих врагов карл элдрич лидер стражи привана это хорошо и у нас появился новый образец крови возможно это будет противоядие возможно но не факт так и в итоге мне он мне путь 1 да да путь 1 как-то я не ожидал здесь увидите босса если честно так путь туда есть путь сюда есть что это за место но это выше со стороны а для чего не понимаю прикола просто тупо завести игрока в тупик только ради этого хочу это делать то еще тут ничего нет никуда он не заскакивает странно ладно дать попробуем пойти сюда здесь тоже будет тупик а здесь вот здесь тупик явно ну да особо полезно здесь ничего нет окей так у нас еще пока два пути до туда идти опять надо будет играть с этими вентилями ну тогда попробуем тогда сначала смотаться туда потому что скорее всего нам сюда идти здесь еще все закрыто две двери да да давайте смотаемся сначала сюда за в этот проход наверх что он нам даст куда нас нас выведет может просто тупо откроет какую-то дверь и все грязное письмо меня зовут роберт тиздейл тому кто найдет это сообщение пожалуйста помогите мне несколько дней назад исчезла моя дочь луиза последний раз увидели в местном баре не в том в котором она работает официанткой а в другом в танцующей форели два свидетеля видели как она ушла оттуда с неизвестным мужчиной возможный иностранцем по округе ходит много слухов о том что здесь пропадают люди я убежден что кто-то похитил луизу сейчас держит ее где-то неподалеку я знаю что полиция мне не поможет ведь у нее сейчас более важные дела поэтому решил сам искать ее если вы найдете это письмо знайте что мне не удалось ее спасти луиза хорошая девушка она не заслуживает подобной участи у нее среднее телосложение темные волосы и шрам на правой щеке пожалуйста найдите ее завершите мою работу да благословит вас бог луиза с луизой это спасти кто во что бы то ни стало у нас новое задание найти луизу возможно я там и где-то найду да ну да как раз получается я вышел вот сюда где я дрался с боссом давайте также пойдем других проходов все равно нет ну тогда сейчас будем играть с вентилями а канат я дождь вентиля не крутил и открылась так куда наверх и хочет а я не понял откуда мы взяли скале то эх ты сейчас еще и сдохну блин да молодец оборзела тварь фух что-то как-то нежданчик такой блин чуть звездили не получил от их скалей с чего они очень здесь выперлись а ну сейчас тогда получается эти вентиля закрываю да надо было чтобы я открыл себе проходик только да не понимаю я не 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 закрой да закрой ты так ну как бы и все еще патрончики так я интересно вышел уже все когда я выйду на свежий воздух я хочу на улицу я хочу на улицу на свежий воздух луиза какая то так я запутался я откуда пришел я пришел по моему отсюда да да значит у нас есть вариант пойти либо наверх либо проверить что у нас с этой стороны как вот так мог промазать я не понимаю иногда как так да а Ух ты! Обалдеть! Тварь! Фух, новый дневник. 13 октября 2018 года. После тяжелейшего путешествия, наконец-то, прибыл из Манчестера в Лондон. В городе чувствуется печаль отчаянная. Здесь будет несложно найти женщину, которая мечтает избегнуть смерти. Я мечтаю о том, чтобы как можно быстрее приступить к исследованию. Скоро я уже не буду девственником. 15 октября. Камера готова. Осталось же найти подходящую кандидатку и привезти ее туда. Она будет прекрасной и ласковой, с хорошим характером. Я уже испытал мою способность к убеждению на нескольких женщинах, и чаще всего она работает. Но я не хочу, чтобы моя будущая невеста была покорной. Свою силу я применю только до того, чтобы привезти ее сюда. Затем я расскажу ей, что собираюсь сделать и позволят ответить согласием. Это важно. Моя женщина должна по доброй воле согласиться не вечно стать моей женой. 17 октября. Кажется, я нашел идеальный вариант. Ее зовут Луиза, и она очаровательна. Она работает официанткой в баре, и я обожаю смотреть на то, как она подает напитки сурово и гордо. И я уверен, что она примет мое предложение. Когда она станет на моей крови, вампиры изменят ее. Раны на лице заживут, а шрамы исчезнут. Тогда она обретет идеальную красоту, которую сейчас вижу только я. 18 октября. Ничего не понимаю. Луиза мне отказала. Почему? Я обещал ей, что не стану ни к чему ее принуждать. Возможно, я просто ненадолго дам ей поголодать. Тогда она поймет, что у нее только один вариант. Стать моей женой. Ну, чувак, у тебя не вышло. Так, ну получается, мы с вами нашли Луизу. Значит, все-таки зря... Хорошо, что мы не пошли на выход, а нашли Луизу. Миссис Тисдейл, вы целы? Откуда вы меня знаете? Кто вы? Я доктор Рид. Мне удалось вас найти благодаря вашему отцу. Значит, все-таки искал меня. Этот человек... Этот вампир сказал, что мой отец мертв. Это правда? Боюсь, что так, мисс. Соболезную вам, но теперь вы свободны. Вашего путителя больше нет. Наверное, мой путитель и убил моего отца. К счастью, он не забрал ничего у вашего отца, поэтому и нашел его заметки. Ваш отец записывал все о ваших поисках. Прочтите потом. Мне нужно оттетила отца. Я должна устроить ему достойные похороны. А, я сейчас не могу провести медосмотр, да. Она потом появится, но, скорее всего, вот где вопрос? Может быть, в богатом районе. Всего доброго, мисс Тисдейл. Будьте осторожны и до встречи. Потому что больше появляться ей негде. Да, она появится в богатом районе. Хорошо. Ладненько. Давайте тогда мы на сегодня прервемся. Освободили усиленную Луизу. Убили злостного вампира 30 уровня. Очень сложный противник. Но мы справились. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Базарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.